То есть это с Алиэкспресс, ты представляешь? Макияжка! Кстати, как реагирует на твой макияж? Сейчас тетя попадет из окна. В виде меня будет инфаркт, неопарда. А дядя, дядя. И дядя, и тетя. Красит маму Ким Кардашьян. У визажиста грязные кисти. Дорогая тушь от Шанел опечатывается, как тварь. Я могу быть в пижаме, но если я накрашена, то я такой себя чувствую сексуальной. Ты чувствуешь, типа, смотри мир, вот моя. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко. Я главный тренер сборной Украины по макияжу. И вы на моем канале. У меня за спиной Академия Руки-Ножницы. Это единственное аккредитованное на данный момент коммерческое заведение, которое выдает дипломы государственного образца. Мы запускаем новую рубрику «Разбор косметички». Будем смотреть, что же в косметичке у классных, известных и популярных людей, сколько это стоит и вообще связано ли счастье с красотой. Я тебя ждала оттуда, а ты каким-то образом вышел оттуда, понимаешь? Я появляюсь оттуда, откуда меня не ждут. Сразу мою косметичку забрала. Все. Сейчас свет смотрит. Да, я смотрю сразу свет. Сейчас. Подходит, не подходит? Давай. Сейчас посмотрим. Чуть выше и вот сюда. Можно? Смотри, ты у меня вообще первый парень. Да. Тем более с косметичкой. Сейчас я буду доставать предметы из твоей косметички. Попробую угадать что-нибудь из твоей косметички. Хорошо. Хорошо? Мне кажется, что это пудра, так как ты богачка, то, скорее всего, это Лаура Мерсье. Да, а что она сильно дорогая разве? Ну, такая бюджетная пудрочка. Сколько стоит? Я просто даже не знаю, стоимость. Блин, я ее притом недавно покупал в магазине. И не помню. Нет, я ее покупал. Вот эту я покупал сам. Первую мне прислали по бартеру. Вот эту я уже купил сам. Она мне очень сильно понравилась. Ну, вообще, крутая пудра. Но она, она, по-моему, больше тысячи гривен. Но она не супер, как бы, дешевая. По-моему, полторы или что-то такое. Да, но я, честно, даже не знаю, сколько стоит косметика, потому что я всегда покупаю. Она даже не считает эти деньги. Зачем это считать? Зачем знать эти цены вообще? Да, поэтому я не знаю. Да, Аня. Да. Она же хозяйка. Она же хозяйка. Поэтому точно больше полторы тысячи она стоит. Ну, да. Здесь есть немножко пигмента. И вот я люблю такой ярый контуринг. И когда на этот кремовый контуринг ты наносишь вот эту пудру, и там есть немножечко пигмента, она, как, знаешь, его немножко нивелирует, делает его более прозрачным. А худо не нравится тебе? А худо очень вонючая, нет? Я всегда говорю, что худо, как будто тебе арабская женщина села на лицо. Ну, да. И такие ароматы восточные, как-то не очень. Ну, не знаю, понравилось мне. Мне, знаешь, нравится упаковка, она такая вот элегантная. Это наша кисточка. Я сразу ее узнала. Ну, кисточка для пудры сразу. Да, молодец. Это какая-то помада, либо помада. А там очень много помад. Я взял, у меня просто такая большая косметичка с помадой, там только Джеффри Старль. Я сразу так взял, хлоп, и сюда чпон, и перебросил. Джеффри Старль. Джеффри Старль – это мой самый любимый бренд помад. Смотри, здесь написано Dragon Style. То есть это с Алиэкспресс, ты представляешь? Подделка! Это мне подарила подписчица. Она говорит, вот тебе помады на встрече, на мастер-классе. Был мастер-класс. Она говорит, вот я тебе дарю помады. Я так, знаешь, смотрю, говорю, ой, Джеффри Старль – круто. Да, позор, подделки. На Нетфликсе есть фильм, называется, ну, документальный, называется «Брокт», по-моему, или «Брокт», как-то так. И там рассказывают про вот всю косметику, которая сделана в Китае. Да, и так далее. Какие-то заводы, это страшное такое. Да, и что в очень многих продуктах нашли, например, там, алинию, мочу. Не подбросили, это не мое. Вернуть в кадр. Давайте. Как бы не хотелось, она ко мне вернулась. А может, она сама, кстати, даже не поняла, что это… Да, да, не поняла. Алиэкспресса заказала, керзину бросила, думаю, ой, оригинальные помады за 2 доллара. У меня тоже есть Джеффри Старль, аромат другой, 100%. Да, аромат Джеффри Старль, он пахнет сладенько, а это вообще, наверное, не пахнет, да? Это пахнет конфетами, знаешь? Алинией мочой. Я не знаю, как пахнет алиния моча. Но я ей пользовался, она как бы норм. Типа, помада реально норм. Наверное, это мой рай. Вот это, кстати, Джеффри Старль. Это все оригинально, да. Это все покупать за свои собственные деньги. Вот, давай сейчас сразу сравним оригинал и подделку. Во-первых, цвет крышечки другой. Смотри, вот эти штучки, видишь, обдираются. Да, и они совершенно по-другому даже сделаны. И они по-другому выглядят. Баночка меньше. Меньше. И попа баночки другая. Была ли у тебя когда-то аллергия на подделке? Зуд, чесалось? У меня вообще априори на косметику никогда не было аллергии. Ну, за исключением грязных кистей в салонах. Мы, кстати, только вот, ты, может, видел, в Турции же были у визажиста. Видел. Да. Полторы тысячи долларов макияж стоит. Это что за деньги такие вознослованные? Ты представляешь? И каждый раз у визажиста грязные кисти. Нево. Реально? Ну, это да. Ну, для них это нормально. Мы были там, у визажиста в Лос-Анджелесе, у Тьена, который там красит маму Ким Кардашьян. И тоже грязные кисти. Вот он приехал только со съемки с Кристиной Агиллеры, знаешь, и тут начинает там накрасить. А, ну, после Кристины Агиллеры Грифта и накрасит такие. Подожди, то есть кисти просто стоят все в тоне, в косиле. Да, да. И он берет этими кистями и красит второго, ну, другого клиента? Они не понимают. За макияж, позор. Записывайтесь к Егору на макияж, кстати. Да, кстати. Он дорого, но хорошо и весело. Дорого, 145 долларов, как дорого. Сколько макияж у тебя, 145 долларов? Ну, сейчас, да, раньше было вообще 100. Ну, нормально, 145 долларов, пожалуйста. И хорошее настроение на целый день. И не только настроение. А еще плюс фотосессию можно сделать, да? Сколько еще плюс фотосессию? Ну, сколько? Ну, это уже индивидуально. А, ну, че ж так это так? Так, ну, мы сейчас... На науку вы меня сад. Ладно. Фотосессия бесплатно. Подарок. Подарок. Ну, что, поехали дальше. Выбираю следующую. Это 100% ресницы. Это я даже могу... Ну, как-то я из ресниц. Цельный. Новые свеженькие ресницы с Алиэкспрессом. Сколько стоит? Доллар. Я обожаю ресницы с Алиэкспресса. Там самые крутые ресницы, самые длинные. Аня не удержалась и стала годкой. Или дрэгквин-артисткой. Ну, обыри, как есть. Но тебе не очень. Ну, понятное дело. Видишь, они волосинки какие. Не, хорошие ресницы. Они вот прям вот пучками. Видишь, они такими тынь-дынь-дынь. Тынь-дынь-дынь. То есть не забор. Я не люблю ресницы, которые, знаешь, вот это... И у тебя вот такое черное пятно на грозу. Так некрасиво. Видишь, у меня тоже реснички такие тынь-дынь-дынь. С просветиком. Видишь, дэн-дэ. Так, хоп. Не смотри так близко. Не люблю, когда макияж близко. Но ты повыше их клеишь. Я клею всегда уголок внешний выше, чтобы не опускать глаз вниз. Ты, кстати, в детстве был красивым? Считал себя красивым? Конечно. У меня были такие белые ворсы длинные. Конечно, я был самый красивый. А девчонки, там, мальчишки в школе считали тебя красивым? Они меня все чмылили. А ты не знаешь, что она зная? Нет. Ну, все чмылили постоянно. Чего? Потому что я был самый модный, самый красивый, самый классный. Я самый первый в школе, в классе одел джинсы, которые узенькие, дудочки. Самый первый я пришел. Все тогда... Начали. Ну, знаешь, когда ты не такой, как все, и ты выделяешься и волосами, и длиной волос, и стилем одежды, и манерой поведения. Понятное дело, ты не такой, как все, надо тебя убивать. Я просто то, что картавила, меня понятное дело... А, так я тоже. А ты Эрнин говоришь? Скажи рыба. 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 Я теперь поняла, почему. Мне становится... Так комфортно. Мне, кстати, мой муж говорит, он возил там разных артистов и возил гуфа. И говорит, ты мой гуф. Познакомишь с мужем? Кстати, как реагируют на твой макияж? А я не хожу так. Ну, реакция, ну, ты сама знаешь, опасная. У меня в сумке всегда лежит уже баллон перцовый, димой. А моя сумка там. Вот. И я хожу только на мероприятия, какие-то клубы, рестораны, где, знаете, что у меня там вас примут нормально. А были какие-то нападения на тебя? Нет, потому что я стараюсь это все минимизировать. То есть я не... Ну, стараюсь не провоцировать, потому что я знаю, чем это может закончиться. Давай выйдем на улицу, придемте, посмотрим на реакцию людей. Аху** вам. Аху**. Только с перцовым баллоном. Попьем кофе и как раз посмотрим, как люди на тебя смотрят. Хорошо? Вот так. Бл***ь! Особенно девчонки. Мне кажется, даже больше девочки реагируют, чем парни. Я надеюсь, сегодня все дома сидят в субботу и никто не будет на меня смотреть. Что-то у тебя тут новое есть. Это, мне кажется, тональный крем. Знаю тебя. Скорее всего, это Estée Lauder WF. Да, но сегодня смешивалось еще и лавы. А, новенький. Новенький. Идеальный тон, чтобы закрасить и щетину. Да, и щетину в том числе. Понимается баночка его. Ну, а то, что дозатора? У тебя с дозатором вот скажи... Нет, дозатор, это трэш. Ну, вот как? Это трэш полный. Если бы мы такой сделали тональный крем, ты понимаешь, у нас сразу бы захейтили. Да, это ужасно. Сказали бы, что, ну вот как, можно его, вы дебилы. Да, реально. Они есть разные. Именно stay in place. Потому что есть еще... Ньют. Ньют. Просто их часто путают, но не упаковка, а он вообще... Да, очень многие покупают, говорят, фу, купила тон, а он такой... Да, это я так сделала. Я тебе говорю, почему его все хвалят? Да. А он классный вот этот? Этот такой, знаешь, вот ты накрасился и можешь и в душе покупаться. Да, ну так, а зачем краситься иначе? Ах, ты. Лаприри. Лаприри, 550 евро, такой крим бюджетный, на каждый день. 100% кто-то подарил. Мне подарили целую линейку, у меня, по-моему, 4 крема вот таких вот. Что вот хочет этот подписчик от тебя, вот мне интересно? Ничего, конечно. Если ему нравится мой канал, ему нравится, что я делаю, он как бы мне дарит, чтобы я, ну, как бы, понимал, что это равносильно той же самой профессиональной косметики. То есть оно, на самом деле, ничем не отличается. Не, ну, понятно, они, да. Beauty Glazed. Это тоже бренд с Алиэкспресса. Вот эта вот синяя палетка, она лучше, чем Jeffree Star Blue. Ну, Jeffree Star вообще, тени можете не покупать. Да, можете не покупать, кстати. А что ты так быстро откинула мою палетку? А ну-ка, давай. Неужели вам не интересно? Очень хорошая, можешь засводчить, кстати. Попробуй этот синий цвет. Да. Ты его попробуй, прям хорошенько так попробуй. Посмотри, какая плотность оттенка. Сколько она стоит, гривен 100? Ну, да, не дороже. Я тебе честно скажу, меня пугают тени с Алиэкспресса, потому что она тестируется на животных. А не вся косметика, которая производится в Китае, не вся тестируется на животных, но которые продаются на китайский рынок, то да. Так, что это такое? Этого я не знаю. Sigma. Sigma знаю. Это Sigma палетка для скульптурирования, чтобы ты понимала, этой палетке полтора года. Что-то ты не особо ее используешь. Полтора года ежедневно в каждом своем макияже, в клиентском, в моем, я всегда использую эту палетку. Ни одной дырки. Мне кажется. Ни одной дырки. Эта компания скоро прогорит. Я не понимаю, как? Это для меня какая-то просто нонсенс. Sigma. Кто это сделал? USA, по-моему. Made in China. Это мои самые любимые хайлайтеры. Это просто, это не хайлайтеры, это зая. Это сейчас он на тебе. Да. Сейчас он на мне, вот, надо бы подсвечивать, смотри, видишь? Да. И они очень крутого оттенка. Есть зеленые, есть розовые, есть фиолетовые. Каждая женщина делает хайлайтер себе каждый день классными цветами. Зеленые, розовые. Поэтому серия называется Extreme Frost. А что тут такое? А что на тебе вообще сегодня нет хайлайтера? Чтобы тебя не затмить, понимаешь? А, спасибо. Ну, в общем, они очень крутые. Во-первых, у них упаковка. Когда я их открывал, они в такой квадратной красивой упаковке, обязательно надо ставить картинку, как будто тебе делают предложение. То есть ты открываешь, а не на розовой подушечке, как кольцо. И ты такая... Та-дам! Ну да, там как-то и с Наталиной тоже было. Там еще момент, она как-то выиграла в конкурсе, ее короче, поставили на три висок. Ну, в общем, он себя плохо ведет. Они и Андрея Петрова тоже очень сильно хейтили за его макияжи и так далее. Прям бренд, да? Прям бренд. Дирекция в СНГ. Ты выбираешь бренды относительно, как они относятся к своей аудитории. Да, я стараюсь. Я кое-что нашла, и я уверена, что это я на тебя повлияла. С одной стороны, да. С другой стороны, еще моя любимая Наталина, MUA, тоже постоянно советовала эту базу P-LUIS. Но после нашего с тобой, так скажем, плотного сотрудничества, я тоже заказал эту базу. Это база P-LUIS. Если у вас скатываются тени, вот вы накрасились с утра, да, а потом у вас в течение дня такая полосочка образуется в стене, то вам нужна такая база. Реально, классно. Она тоже скатывается, да? Но если ее тоненько нанести, нет. Ну, я не люблю тоненько. Но самое интересное, смотри, эта база новая. Смотри, мы ее открываем. И она потечет ботичка? И получаем вот такую вот херобору. А, а что? Сломался дозатор. Прикинь. Ну, вот просто он сломался. Он остался вот здесь, видишь? Дорогущая база, потому что доставка дороже, чем сама база, собственно. Дорогая, у нас ее просто нет. Нахер базы, херачьте консилер. Консилер сразу. Консилер Tarte Shape Tape. Самый лучший, идеальный, лучшего консилера, я не знаю. Согласна, и все, в принципе, визажисты, с которыми мы там 1500 долларов, Shape Tape. Только обязательно увлажняйте под него зону под глазами и кожа обязательно увлажнется. И не только под него. Ну, вообще да. Вообще увлажняйте. Увлажняйте все. А, это что такое? Господи, сцены. Это я взял специально, чтобы, так скажем, тебя удивить. Погадай, что это? Это замазывать брови. Это белая тушь для бровей. Притом даже, если у тебя очень черные брови, темные, ты наносишь два слоя, у тебя брови получаются белые. Это бренд... Сын. Сын. Сейчас не допачаю. Это бренд, если ты знаешь, Дрэк Квин и вообще мой капотист Алексис Стоун. Которая... Алексис Стоун, он делает скулы накладные. В общем, я вдохновляюсь. И он выпустил вот такую вот тушь в трех оттенках. А скулы ты делал? Это его было? Делал, это его. Он присылал тебе? Нет, я сам покупал тоже дорогущие скулы и одноразовые. Ну, это все блин, силиконовая накладка. Походу, еще неплохо получается. Мне так нравится! Я теперь не хочу их снимать. Я так счастлив. О май гай, рэбл. Сколько это они? По-моему, 150 или 200 долларов. Это вместе с доставкой? С доставкой, да. Это просто один раз наклеить тебе скулы и развести своих подписчиков, что ты их наколол. Не строить скандал. А что ты тейпы мои откидываешь? А, а что они такие маленькие? Они, это тейпы тоже с Алиэкспресса. Алиэкспресс рулит. Это тейпы в виде пластырёвочка. Да вообще трэш полный. Покажи людям, потому что люди, скорее всего, не знают, что такое тейпы. Это такие штуки, которые клеятся на лоб и подтягиваются брови. Да. Надо изначально обезжирить. Обезжирить каким-нибудь спиртом. Чем ты обезжириваешь? Спиртом. Спиртом. Или воздух. Водка-воздух. Водка-воздух? Да. Чакушка. Там написано воздух. Я перед макияжником беру воздух, на спонжах, ля-ля-ля, шалала, обезжириваю и жизнь прекрасна. И всё на целый день нормально? Да, на целый день. Тушь очень банальна. Тушь очень банальна. Кабарет. Да. Девьен Сабо. Всем советую. Она делает очень активные ресницы. Здесь очень много в этой туши частичек фибры, да, то есть эти частички как бы удлиняют ресницы, делают их очень объёмными. Ну и плюс она стойкая, она не опечатывается. Ну и стоит она сколько? И она очень дешёвая, то есть мне кажется, это вообще идеальная тушь. У меня была дорогая тушь от Chanel, и кстати, и подводка у меня была, опечатывается как тварь. И подводка, и тушь, и фиксирую, не фиксирую, она опечатывается и скатывается, и мало того, подводка плохо очень тушуется, ты её только нанёс на глаз, вот только, всё, она уже застыла и опечатывается, и не тушуется. Есть, например, главный технолог Фаберлик по помадам, они делали помаду для Chanel, и состав один в один, как помада «Калинка», когда-то там была, «Калинка», русская, да, русская помада. Но фишка профбрендов в чём? Это запах. Поэтому, когда производят помаду, компания привозит свою отдушку, ты прям снимаешь... Как она выглядит, эта отдушка вообще? Ну, жидкость просто. Ты снимаешь прям на камеру, что полностью выливают эту отдушку в бейор, это штука, где варится эта помада, например, и показывают, что они эту отдушку никогда больше не используют. А вот, например, карандаши, есть на заводах так называемые библиотека, например, карандашей. Вот карандаши, 90% всех карандашей производится на одном заводе, швам. У тебя как библиотека, только с такими шкафчиками. И ты в каждый шкафчик заглядываешь, и там разные цвета, разные текстуры. На одних шкафчик написано, то есть нельзя открывать. Это, например, цвет, разработанный специально для Chanel, либо для Dion. Но текстура такая же у других абсолютно брендов. Вместо ИС люблю эти карандаши, они бюджетные, классные, мягкие, стойкие, там очень классные оттенки, бежевые, коричневые. Какой номер у тебя любимый? 769! Видишь, сделано в Чехии, потому что у них филиал по производству дерева находится в Чехии. Поэтому реально вот Мисс Таис офигенные карандаши. И если ты возьмешь там любой карандаш брендовый, ты попросишь, ты скажешь, там, блин, в чем разница? Да, да, это есть такая. Это очень классный завод, один из, ну, он самый лучший в мире по производству карандашей. А что это у тебя за такая штучка? Ну, просто я часто теряю из-под карандаша крышку, и приходится бросать просто вот так, поэтому она все так присоединена. Скажите, у вас какая косметичка чистая или грязная? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и напишите обязательно, как вам рубрика и чью косметичку вы хотите, чтобы я разобрала. Подарок тебе подарю сейчас, можно? Да. Вот, я тебе специально в поездке, думая о тебе, купила два карандаша. Не знаю, знаешь, что этот бренд или нет? Ну, оттенки уже крутые. Что это за бренд? Не из бьюти? Golden Rose. Golden Rose. Ты знаешь, это бренд? Это что-то бюджетное. Ну. Такое дешманское, да? Поэтому я знаю, что он скажет. То есть вот так вот, да? Нет, слушай, ну оттенки прям бомба, да? А это что дальше, Габана? Ну, сейчас, сейчас ты последняя, последняя коллекция. Я шучу. Смотри. Ты понимаешь, как я тебя прошла? Прям под этим. Видишь, не только тебе. Твои парни дарят. Не выдержите мой контуринг от тебя случайно. Так, ну что, пойдем, пройдемся, кофе попьем. У меня сейчас будет стресс просто. У меня в сумке всегда лежит уже баллон перцовый димы. А на сумке как-то. Ой, какой прекрасный день. Почему бы не погулять в печельном макияже в субботу в центре Киева? Сейчас тетя упадет из окна. При виде меня будет инфаркт миокарда. А, дядя, дядя. И дядя, и тетя. У меня к тебе вопрос. Как связано счастье и красота? Связаны ли они вообще? Такие умные вопросы. Счастливые люди, мне кажется, они и красивые. Прежде всего изнутри они светятся. Они как-то сияют. Вот тебе видно, что ты счастливая. И счастливые люди никакие. Ой, денег нет. Назад я на работу. Они вот, например, себя не любят. А ты немножечко уберешь, почерпнешь нависшее веко. И они скажут, блин, а я реально красотка. А тут вот немножечко вот не хватало вот здесь этой коричневой тенюшки, понимаешь? То есть они себя увидят с другой стороны. И они поймут, что типа, блин, а я могу быть вот такой. Просто нужно немножечко труда какого-то. Многие за счет того, что как раз такие уличены работой, заработком, как выжить, как прожить, они на себя не тратят это время. Они в другом, понимаешь? Они думают о том, как бы выжить или как бы там свести концы с концами или как там, не знаю, прокормить ребенка. Понимаешь, о чем я? Им не до красоты, хотя они красивые. А во сколько ты начал краситься? Я брал косметику мамы, как сказать, папы. Детский садик. Я помню, что я переодевался в бабку-ежку, там и красные губы опрессовывал. То есть прям вот эта вот тяга была прям с детства в косметике. Но ты когда с макияжем, ты себя уверен не чувствуешь? Но с макияжем я себя чувствую по-другому. Я себя чувствую, знаешь, с какой-то такой, типа, бичокой. Сучкой. Сучкой какой-то, да. Потому что без макияжа попроще. У тебя есть такое ощущение? Мне, конечно, 100%. Когда ты денешь уклад, ты себя чувствуешь, типа, смотри, мир, вот моя. Ну, вы поняли, как бы, да? Я могу быть в пижаме, но если я накрашена, то я такой себя чувствую сексуальной. Да, а это сейчас очень круто, когда ты в пижаме. Это же тоже, типа, пижама. Я тоже в пижаме, понимаете? Но ты нанес макияж, и ты уже, как бы, другой человек. Я могу быть одета в самое дорогое платье, но если я без мейка, я себя чувствую вообще. Причем даже вот укладка, это вообще не важно. Нет, а ты заметила, что раньше в Советском Союзе все, наоборот, делали укладку, на лицо людям было вообще пофиг. И у меня часто почему-то раньше, два года назад, любили обслуживаться цыгане, и для них было важнее сделать укладку на чесы, нежели макияж. Вообще, когда ко мне приходят девчонки на макияж, я не спрашиваю, какой ты хочешь макияж. Я спрашиваю, какой ты хочешь быть, знаешь? Она говорит, я хочу айфон себе. Значит, нужные бровки, какие бровки, подари айфон. Я же говорю, что я тебе сейчас сделаю макияж, глаза просящие айфон. По поводу неуверенности. Может человек быть без макияжа уверенным? Может, сто процентов. А может быть и с макияжем неуверенный? Да, таких-то случаев полно. Ты как ни краи, знаешь, крась-не красть, краи-не краи. Сколько вот, бывают люди, девушки, люди, девушки-люди, ну и парни бывают такие. Почему я говорю люди? Они себя переклавят, переделают. Нос отрезала, сиси вставила, импланты в попу влепила, глаза перенатянула. Татуаж сделала, а я все равно не такая. А мне еще надо вставить губы, а мне еще надо накраситься. Обязательно ресницы 3D вот так вставить, чтобы не было видно моих нависших эффектов. И человек что-то себе какой-то не до конца уверенный, он себя хочет постоянно переделать. Ты же сделал себе скулы, нижнюю чегу. Я доволен. А почему ты это сделал? Потому что это, смотри, я же все-таки постоянно снимаюсь в камере, и я на себя смотрю, грубо говоря, 24 на 7. Я вижу, что мне, художнику, как визажисту, как творцу, мне чего-то не хватает пропорций. И как бы я не делал это косметикой, мне этого не хватает и все, не хватает этого объема. То есть у меня лицо вообще было очень длинное, ну, прям было вот такое вытянутое, мне не хватало этих углов, мне не хватало скул. Просто с точки зрения пропорций, да? Да, просто с точки зрения пропорций, чтобы хотя бы светился, блядь, ой, извините, светился хайлайтер. У меня не было скулы, где бы он светился. Я тестирую кучу косметики, как мне тестировать косметику, если на мне не светится хайлайтер, ну вот как. Обязательно напишите комментарии, как вы себя чувствуете с косметикой, как вы себя чувствуете без косметики. Егор все прочитает, я тоже все прочитаю. Если будет плохие, я вас закину в черный список. Спасибо тебе большое, можно я тебя обниму? Ты очень классный. И ты тоже. Но я все равно тебя немножко боюсь. Чего? Да потому что ты меня начинаешь. Это очередной скандал. Главный скандалист. Ну что, пошли? Идем. А что я скандалист? Те люди такие стоят, смотрят. Потому что ты скандалист. Bye, bitch! Субтитры сделал DimaTorzok